Девочка-пай Здравствуйте! Это программа «Школа-про» и мы ее ведущие – Миронова Анна и Прилипка Виталий. Девочка-пай Позади самая длинная четверть года. Событий было немало, поэтому сегодня мы представим некий дачу с новостей. Не горячих, но все равно для нас очень важных. Итак, сегодня в нашей программе «Новогодний канавал. День снятия блоков». Первый молодежный конкурс «Активный отдых в русской дирижме» и «Рабочие поездки в Москву». Начнем мы с самого начала этого года, с его встречи. Многие ребята школы начали готовиться к новогоднему карнавалу задолго до окончания второй четверти. Дело ведь не шуточное. Костюмы приготовить, купить, шить, выучить песни, научиться их петь хором. Да и сроки поджимали. Новогодний карнавал для учеников первых и пятых классов был назначен на 23 декабря. Для проведения праздника позвали артистов из Центра творчества «Семья». Они вовлекли ребят в сказочную программу под названием «Волшебный мешок». Сценарий был написан педагогом-организатором высшей категории Лебедевой Викторией Владимировной. Она в этом году участвовала в открытом петербургском конкурсе «Созвездие игры» и стала дипломантом. В своей номинации она получила диплом первой степени. Сценарий этот был обкатан неоднократно и вырос с большим успехом. С ребятами играли и пели «Дед Мороз» и «Снегурочка» по полным «Волшебный мешок» и «Баба Яка». А накрытый был снег из клапончика. Что в 17-й школе запомнилось именно там. Там они очень много приготовили подарочных номеров для Деда Мороза. И там стихи читали, песни пели, там целый хор был. В общем, конечно, было очень приятно. А самое главное, что одно дело, вот ребенок, когда просто так приходит на праздник, ну, посидеть там, посмотреть, да, и у него как-то нету такого чувства, что это праздник. Просто представление, да, не задевает вот этого, «Бабо», какие-то вот душевные струны. А совсем другое дело, когда он к этому готовится, этого ждет и сам что-то к этому готовит. Тогда он действительно становится участником праздника, соучастником. Он сам готовит праздник и для себя, и для других. А теперь представьте, как удивились бы клоуны с Дедом Морозом, если бы наши девочки еще станцевали вальс цветов, а мальчики выступили с танцем яблочком. Конавал стал бы настоящим зрелищем. В январе наш город отмечал очередную годовщину снятия блокады. С тех пор прошло уже 63 года. О событиях тех лет помнят не только участники войны, об этом знаем и помним мы. 27 января в рамках празднования Дня снятия блокады старшие классы 17-й школы посетили Смоленское мемориальное кладбище и приняли участие в торжественном митинге. Холодная пьюга пробирала до костей, обостряла воспоминания блокадников и воображение юных. Но, несмотря на ненасти, в этом году собравшихся у мемориала было больше обычного. Дорогие Василеостровцы, я хочу прежде всего обратиться к детям. Дети, вы были такими же маленькими, как вы, и даже меньше. И на нас свалились бомбы, и голод, и холод. И вот вы сейчас стоите, вам холодно? Потерпите немножко. Потому что это было бы неуважением, не пойти бы на это мероприятие. Лучше пойти, чем сидеть дома там, что-то делать. А пойти почтить память погибших. Ну, поскольку я очень уважаю подвиг людей в Великой Отечественной войну, многих, и бабушка моя, в частности, жила в Лаганной Деграде, до тех пор жива, и слава богу, то я это сделал, в принципе, с удовольствием, поскольку память почитать надо. Народ, не знающий истории, это уже не народ. После выступления официальных лиц в протеерей Церкви Смоленской иконы Божией Матери, отец Александр отслужил Малевин. Все присутствующие почтили память павших в минутное молчание и возложили к могилам цветы. Помимо этой, в 17-й школе существует еще одна традиция сохранения памяти о людях далекой войны. Несколько лет назад для школы закрепили три могилы на Смоленском кладбище, за которыми стали ухаживать ученики Галины Алексеевны Бакулиной. Недавно эстафету передали подопечным Наталье Анатольевне Зимник, ученикам нынешнего 8-го А. За нами закреплено около трех могил, за которыми мы должны и ухаживать, и ухаживаем. Детки знают ориентир, то есть они с легкостью находят эти могилы, потому что часто посещают. Им это очень нравится. Я считаю, что это все-таки воспитывает дух патриотизма, наверное. Ребята вместе со своим классным руководителем два-три раза в год по осени и перед памятными праздниками навещают могилы и убирают их от упавшей листвы. Причем в современных детях это не вызывает никакого внутреннего протеста. Они то ли привыкают, я не знаю, но они идут с удовольствием. То есть мы не говорим, что в обязательном порядке или как обычно у нас делается нет. Просто такие детки хорошие. Наша программа не может обойти вниманием и успехи наших учителей. Сейчас мы расскажем вам о финале конкурса «Учитель года». Он состоялся в нашем районе в конце февраля. 21 февраля в 700-й школе прошла выставка экспериментальных площадок общеобразовательных учреждений Вослеостровского района. Использующих в своей работе какие-либо инновационные технологии. Школа номер 17 представила свои здоровьесберегающие технологии и способом их подачи привлекла на выставки всеобщее внимание. 17-я школа в наибольшем объеме воспользовалась имеющимся мультимедийным оборудованием, что и было отмечено районными и городскими руководителями образования. Здесь же в рамках этой выставки состоялся финал районного конкурса «Учитель года». Сейчас начнется финал конкурса и группы поддержки вы тоже приглашаетесь на второй этаж. Члены жюри, эксперты просим вас также спуститься на второй этаж в конференц-зал, где состоится финал конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель года». Среди шести финалистов оказался и Андрей Александрович Потапов, учитель математики и информатики 17-й школы, успешно прошедший предварительные туры. В финале он представил урок для 9-го класса по теме введения в теорию вероятности на примере азартных игр. Он выбрал тему лохотрон. То есть как можно доказать нам через систему теории вероятности, что лохотрон – это действительно лохотрон. И я считаю, что он блестяще выступил на уроке, потому что это было… Вот я давно от математики отошел, но я был восхищен вообще. То есть я реально понял, как можно от человека обманывать. Элементарно. Мне математика важна, а именно практическое применение, потому что моя металлическая тема, она касается в том числе и консистентности выпускника, неважно, 9-го класса или 11-го. В сфере математики, чтобы он смог математическое знание призменить на практические уходи из школы. Я думаю, что он из такого урока должен все-таки извлечь главный момент – не играть в азартные игры. Спасибо. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Конкурс проводился среди самых опытных учителей района. И очень приятно, что третье место занял учитель математики нашей школы Потапов Андрей Александрович. И, видно, комиссия учла еще косвенно то, что в прошлом году он был первым среди надежд России в Питере. И быть в следующий год еще и лучшим учителем – это, наверное, посчитали для него многовато. И поэтому мы сегодня не первые. Но, как мы всегда говорим, наш принцип – участие, и мы лучшие. Я его поздравляю с этой победой. И считаю, что это обалденная была тема, ее нужно развивать дальше. Мы не обошли вниманием и День Святого Валентина. К этому дню в фойе второго этажа устроили конкурс «Мистер и Мисс Школа». Об этом наш следующий материал. 17 февраля впервые в истории 17-й состоялся конкурс «Мистер и Мисс Школы», приуроченный ко Дню Святого Валентина. Желающие поучаствовать стали подавать заявки за неделю. Записалось 6 человек. Остальные старшеклассники постеснялись публичного выступления, о чем потом откровенно пожалели. Автором всех конкурсных заданий была Дарья Андреевна Бушманова, педагог-организатор 17-й школы. Среди заданий на сообразительность, оригинальность, логику, умение двигаться и поэтические таланты, самым интересным, по мнению зрителей, оказался силовой конкурс, когда юношам пришлось приседать с девушками в руках. Построение конкурса вообще отличалось продуманностью полноценной шоу-программы. Чтобы зрители не скучали в перерывах между конкурсами, с развлекательными номерами выступила группа девочек из 7-го А и Александра Ланглинг из 6-го БС. Финал праздника тоже оказался эффектным. Неожиданно молодые люди пригласили на танец членов жюри. И многим конкурс запомнился именно этой кульминационной точкой. Мистером и мисс школы стали Александр Гаврилов и Евгения Беликова.